Сколько можно заработать, имея 100 тысяч подписчиков на канале? От чего зависит этот заработок и какие существуют статьи доходов? Сколько зарабатываю лично я? Ну и конечно же... Здрасте! В прошлый раз я снимал подобное видео про заработок, но там был заработок с 1 миллиона просмотров, и там была учтена только монетизация, потому что рекламы на моем канале не было. У меня был очень мелкий канал. Вообще, я придерживаюсь такого мнения, что деньги любят тишину. На самом деле, это эксклюзивное видео. Почему? Потому что я никогда никому не рассказываю, сколько я зарабатываю. Знают о том, сколько я зарабатываю, только моя семья и один мой лучший друг. Но недавно на моем канале стукнуло 100 тысяч подписчиков, и что-то я вот решил рассказать. Хочу рассказать вам о самом крупном и известном канале, посвященном заработку на бинарных опционах. Ни для кого не секрет, что в интернете сейчас полно мошенников, но этот канал прошел все проверки, и действительно они являются профессионалами. Они легко и быстро обучают торговле, даже если вы с этим никогда не сталкивались. И каждый день не на словах, а на деле показывают свой профессионализм, о чем говорят сотни честных отзывов довольных людей. Также в течение всего дня аналитики, брокеры, дают бесплатные сигналы, по которым может заработать каждый. Уже более 7 тысяч людей доверяют и успешно зарабатывают вместе с ними. В честь нового года они проводят розыгрыш 150 тысяч рублей. Не упусти свой шанс, ссылка в описании. Какие существуют статьи доходов? Я думаю, большинство из вас в курсе. Это монетизация ютубовская, да, и прямая продажа рекламы. Еще существует мерч, там тдт, ттт, но этого у меня нету. Итак, сколько же приносит монетизация? Итак, сколько же приносит монетизация с канала мне? Приветствую вас в моей творческой студии, вот мой канал, да, все дела. Пожалуйста, статистика за ноябрь. Почему за ноябрь? Потому что декабрь у меня на момент записи видео еще не закончился. 263 доллара за ноябрь. Спускаю все вниз. Это доход за последние 5 месяцев. Давайте посчитаем среднее арифметическое, да. Суммируем все. 263-2 плюс 94-29. Итого в сумме получается 991,5 доллар. Делим на 5, потому что, ну, 5 месяцев, да. Получается 198 долларов. Окей, округлим до 200 долларов. 200 долларов в среднем зарабатываю за месяц с монетизацией с партнерки. Умножаем на нынешний курс. Пожалуйста, вот курс доллара, да, сейчас. И 62-64. По этому курсу я не переведу деньги в рубли, потому что у банков свой курс. Возьмем не 62-64, а просто 62. Окей, да. 12 округлим с половиной тысяч рублей. Да, как бы 100 тысяч подписчиков и такая сумма, согласитесь, это... Это немного. Соответственно, без рекламы прямой прожить никак. Но на самом деле, что в монетизации ютубовской, что в самой рекламе, у каждого блогера все по-разному. Потому что это зависит от множества факторов. Начиная от твоего конкретного канала. То есть, какая тематика канала у тебя. Либо это детский контент, там один ценник, потому что дети, все дела. Либо это там взрослый контент для взрослых платежеспособных людей. Там, конечно же, ценник другой. Частота выпуска роликов, то, насколько сам блогер запихивает вот этих желтых полосочек, да, в видео. Я запихиваю крайне немного. Как правило, это одна в начале видео. И если видос длится долго, то тогда еще одну там в середине могу вставить и все. Делается это для того, чтобы, ну, блин, не задалбывать зрителя. Потому что я помню, когда я смотрел телек, и там 10 минут идет контент, там фильм, передача какая-то. И 5 минут идет реклама, которую невозможно пропустить, это жопа. Это реально жопа, это очень бесит. И я этого не хочу. В общем, с монетизацией разобрались. Как вы поняли, платят там копейки, прожить на это нереально. И поэтому приходится продавать прямую рекламу. Тут, как я уже и говорил, все очень сильно разнится. Зависит от тематики, во-первых, самого контента на ютубе. Во-вторых, от рекламируемого... Рекламируемого... Рекламируемого продукта. От, в моем случае, рубрики, в которой человек хочет разместить рекламу. И технического задания. ТЗ. ТЗ это, что рекламодатель хочет увидеть в ролике. В среднем, я так скажу, у меня реклама стоит 5000 рублей. Сейчас, к слову, реклама у меня стоит дороже. Но это только потому, что у меня последние несколько роликов, так скажем, залетели. Да, и статистика на канале увеличилась в 5 раз. И он рот. Но, уверяю вас, это продлится недолго. Путем несложных математических подсчетов можно догадаться, что выпуская 4 ролика в месяц, а примерно это средняя моя статистика, да, и продавая рекламу в каждую на 5000 рублей, это 20 тысяч рублей, да, плюс-минус. Плюс монетизация 200 долларов, получается 32 с половиной тысячи рублей. Да, и возможно, кое-какой контингент сейчас скажет, «Вау, 30 тысяч рублей, это так много! Можно в Майнкрафт задонатить!» Можно задонатить. Но дело в том, что когда ты немножечко взрослеешь, да, у тебя другие расходы, абсолютно другие расходы. И я думаю, те, кто живут одни, да, взрослые люди, они понимают, что 30 тысяч, ну, такое себе, как бы. Особенно, особенно, учитывая то, что я делаю. Я так заюбываюсь. Вы просто не представляете. Ну да ладно, не буду вас это посвящать во все, да. Что касается моего магазина с играми, да, где вам могут выпасть игры за копейки, подчеркиваю, могут выпасть, да, а могут и не выпасть. Поняли? Окей. Вот личный кабинет, статистика, я тут все вижу. Ну вот, выставляем 1 сентября. И, пожалуйста, по... Сегодня какое? 17 декабря. По 17 декабря применяем. Видим, что оборот 12 тысяч рублей. Чистая прибыль, мои деньги, которые идут мне в карман, 6 тысяч рублей. Почему так? Потому что половину я отдаю людям, которые занимаются полностью сайтом. Естественно, я не сам лично сижу, тут сайты вставят, да. То есть, как бы, понимаете, 6 тысяч рублей за все время, но это тоже, да, такое себе. Есть еще такая штука, называется спонсорская подписка на канал. Она, эта функция у меня тоже включена, но, опять же, я даже не знаю, считать ли это за доход, потому что... Вот поставьте паузу и угадайте, сколько из 120 тысяч человек оформили спонсорскую подписку. Функция у меня включена очень давно, уже очень давно. Отвечаю, 2 человека оформили спонсорскую подписку. С них списывается по 250 рублей, из этих 250 рублей я получаю 200 рублей в месяц. Как бы 400 рублей в месяц. Я поэтому и делаю рекламу, потому что я понимаю, что на спонсорские подписки, на донаты, на них невозможно прожить. Такие дела. И что касается донатов, за стрим не прилетает в среднем по косарю. Стримы у меня за все время стримов, у меня было, наверное, штук 5-6. За все время. Каналу 2,5 года. Скоро 3 года будет. Ну, как бы, сами понимаете, да, что это тоже... Я даже не знаю, считать ли это за доход. Опять же, спасибо всем тем, кто донатит, кто оформил спонсорскую подписку. Ну, собственно, вот, как бы 30-40 тысяч рублей. 40 это в лучшем случае тысяч рублей. Вот сколько зарабатывает ютубер, имея 100 тысяч подписчиков на канале. Уху! А вообще, друзья, никогда не зацикливайтесь на деньгах. Судя по тому, что вы открыли это видео и досмотрели до этого момента, в вашей жизни деньги играют огромную роль. Я согласен, без денег в нашем мире, в наше время, никуда. Но никогда не позволяйте, чтобы деньги были самоцелью. Потому что реально не в деньгах счастье. Это 100%. Как бы, да, слышали эту фразу все абсолютно, но осознают ее далеко не все. Осознают ее тогда, только когда ты потерял что-то действительно ценное в жизни. Кто знает, тот знает. Да, окей. И в такие моменты ты реально осознаешь, что деньги это просто инструмент. Я говорю сейчас банальные вещи. Их все слышали, миллионы раз их все слышали. Но очень мало кто чувствует эти слова. Цените людей, которые находятся рядом с вами. Вашу семью, ваших друзей настоящих. Вот что действительно является истинным богатством. Деньги – инструмент, и не более. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok